Друзья, всем привет! Ну что, сегодня опять Максим Галкин попал в очередной скандал. Я смотрю, не проходит ни одного спокойного дня, ни одной недели, где не засветился бы в каком-нибудь скандале Максим Галкин. Ох, сколько же он уже наговорил и где только он уже не поучаствовал. Что произошло сегодня? Записавший поздравления на иврите из Италии Максим Галкин взбесил россиян и израильтян. А очередной казус настиг нашего российского комика, признанного инагента Максима Галкина. Об этом рассказал народный артист Эдгар Запашный. Значит, Максим Галкин сейчас находится на гастролях и он записал поздравления своей новой родине на иврите по случаю Дня Независимости. Израиль 75 раз отметил этот праздник 25 и 26 апреля. И вот что Максим Галкин сказал на иврите. Израиль наш дом. Праздную день рождения. Как все израильтяне, я рад, что Израиль существует и заботится о всех своих гражданах. Я его поздравляю. Желаю экономического процветания и вечного существования. Счастливого Дня Независимости, наговорил комик. Причем сделал он это из Рима, где накануне отработал концерт. Не шучу. Звонят мне знакомые из Израиля и на эмоциях говорят, что самое противное в этом обращении, что записал он его, находясь не в Израиле. Прокомментировал ситуацию Эдгард Запашный. Ну а самое противное, что он называет себя уже израильтянином и говорит, что Израиль его второй дом. День Независимости Израиля, Йом Хай Ацмут, главный государственный праздник страны, отмечаемый ежегодно в память о провозглашении государства Израиль. Ну и давайте чуть-чуть посмотрим, друзья, что сказал Максим Галкин и как он поздравляет израильтян с этим праздником. У кого инстаграма нету, я вам сейчас покажу, что он говорит. Ну в общем, на целую минуту он там наговорил, я не буду уже показывать все. Почему? Потому что музыку он специально поставил, а музыка это потом авторские права. А я знаю, что авторские права, к сожалению, невозможно будет потом все это показывать. Но если хотите, статью вот эту я просто оставлю сейчас в закрепленном комментарии, и вы сможете послушать его выступление полностью. Кому, конечно, это хочется послушать и кто хочет, не знаю, разместить у себя в соцсетях. Но, наверное, вряд ли вам этого захочется. Все, друзья, размещаю ссылочку. Пишите вы свои комментарии. Ну и опять же, если Максим Галкин выбрал свою страну Израиль, да, и делает концерты за рубежом, и у него вот такая позиция в жизни, то я не понимаю одного. Почему до сих пор СМИ не оставят его в покое? Вот просто забыть, вычеркнуть и забыть. Кто его любит, Максима Галкина, я же никогда вот в своих роликах не говорю, что не любите его, он плохой, не надо. Нет, кто его любит, вы будете его любить дальше. Кто на него обиделся, вы его не будете любить. Но если о нем не будут говорить, о нем и забудут быстрее, понимаете? Поэтому не знаю, зачем без конца пытаются каждый день все вот эти скандальные вещи. Если он уже назвал себя гражданином другой страны, так оставьте его в покое просто и забудьте про него. И мы про него забудем, друзья. У кого-то останутся, повторюсь, хорошие впечатления и любовь, кто-то просто забудет, а кто-то пускай ходит на его концерты за рубежом. Нам от этого уже ни жарко, ни холодно. Все, друзья, всем пока. Удачки, берегите себя и пишите свое мнение в комментариях. Берегите себя.